В 50 метрах от моего танка спрыгивает русский десант, шевроны, вот эти вся форма. Лица даже их бачу. Как мне танк выехал, они, ну, трошки у них лица поменялися. Оставил свою пехоту, свои батареи без прикрытия. Своих не бросаем. Утекали на чем угодно. Забрали транспорт у местных на мотоциклах, в Запорожцах, в Копейках. Распочалось все зранку. Мой экипаж был спочатку в другом эшелоне наступу. Мы вошли уже в прорвану перемышлой позиции и там закрепились. Потом шли с пехотой, с другими подразделами вперед. То, что до Купянска мы заходили в населенные пункты без боя. То есть, они текали. Мы спрашивали цивильных, где россияне. Они сказали, что либо еще вечером ушли, либо несколько часов назад втекли. Текали на чем угодно. Забрали технику, транспорт у местных на мотоциклах, на всяких машинах, в Запорожцах, в Копейках. Просувались, можно сказать, впевнено. Мы проезжали дуже багато населенных пунктов. Нас там встречали, вместе населення встречали, радовались. Там вставали на колени, плакали, что, типа, ну, дуже нас ждали, дуже ждали. Типа, че мы так долго шли до нас, дуже чекали. Там, ну, багато детей. Типа, тоже нас встречали. Дякую! Дякую! Они говорят, что они еще вчера вечером, типа, ушли и текали очень быстро. Они думали, что мы не пойдем в наступ, что мы будем больше оборонительной позиции держать. Ну, они не ожидали просто, что вот именно так и массированный, и масштабный контрнаступ. Не все, конечно, до сегодняшних пунктов были без боя. Например, Волохов Яр. Мы там что-то пытались, но у них не получилось. Бой был недолго, не знаю, может, меньше часа. Мы зашли в Волохов Яр, закрепились там, заняли позиции, и уже темнело. Мы думали, типа, ну, типа, ну, типа, відпочивай там такой вот. Поступила команда до боя, заняти позиции. Другой стороны в села зашло две БТРа и два танка в село росыянские. Я, ну, командир танков, даю наказ механику вырушить на вогневой рубеж. Мы выехали, и в десяти метрах от моего танка спрыгивает десант. Ну, я, ну, четко бачил, ну, русский десант, шевронный, вот эти вся форма, лица даже и бачил. Они не думали, что мой танчик стоит, они думали, что мы трошки дальше нашей позиции из ССУ. И, короче, как мой танк выехал, ну, трошки у них лица поменялись, потому что, ну, против БТРа танк выезжает. Дуже резко остановился, и десант с брони изнутри БТРа начинал так в рассыпну по кущам. Те два танки, которые приехали с БТРами, они, так понимаю, забоялись против нас выходить. После того, как мы начали работать, там первые, там несколько выстрелов, они поняли, что в ССУ тоже есть танки, и они просто развернулись и втекли, уехали. Оставил свою пехоту, свои БТРи без прикрытия, своих не бросаем. Пока, чтобы хотя бы все закончилось, а там дальше жить, пожевать и добра наживать. Чтоб расцветало, чтоб, ну, все просевало заводы, чтоб работа была. Ну, чтоб все красиво, ну, как, вот, например, в Фаркино. Все, ну, город красивый реально, и даешься, ну, любуешься, и в любую пару года. Или ваш, там, дождь, снег, ну, что еще, ну, все красиво. Так и во всех городах Украины есть, ну, и было, и будет. Ну, чтоб было так дальше, и улучшалось, и улучшалось. Ну, а мы будем помогать.